И в завершении выпуска о спорте. Институт Борисы. Турнир по казахшаку Рез прошел в военном институте Национальной гвардии Республики Казахстан. Порядка 16 курсантов вышли на ковер, чтобы выяснить, кто самый лучший борец за поединками полуанов в нашем отеле. Вот такие борцовские поединки в военном институте проходят ежегодно. Традиционно курсанты выходят на ковер, чтобы выявить лучшего по казахшаку Рез. И в этот раз в финальной стадии соревнований побороться за титул чемпиона собрались 16 участников весовой категории от 70 и выше. Соревнования эти традиционные, они преследуют цели. Прежде всего это пропаганды нашего национального вида спорта, нашей национальной борьбы казах-крыса, которая сейчас завоевывает все большую популярность в Европе, в Азии, в мире. Главное в этом виде спорта набрать как можно больше очков за 4 минуты. Именно столько отводится на поединок. Главная задача каждого борца удержаться на ногах и не упасть, иначе соперник получит штрафные очки. А если ему удастся уложить противника на лопатки, то здесь обеспечена досрочная победа. Об этом помнит и прошлогодний чемпион турнира Институт Боресы Мана Сабу. Он в красном. Курсанту понадобилось меньше минуты, чтобы одержать победу в этой схватке. С силовыми видами спорта, такими как казах-крыс, греко-римская борьба, занимают с малых лет. О сегодняшнем турнире могу сказать, что все соперники очень хорошо подготовлены. Еще одну победу Манас одержал и в следующем поединке. Захват и тут же бросок. Как результат соперник повержен. В итоге без компромиссных схваток бронзу завоевал Нуржигит Амиров. Второе почетное место занял Дархан Даулетов. Победителем в упорной борьбе стал теперь уже двукратный обладатель титула Институт Боресы, курсант 4-го выпускного курса Манас Абуов. Всех призеров наградили медалями и грамотами. А спортсмену, занявшему первое место, вручили шапан. Денис Севков, Роман Куценко. Новости МТРК.